Здравствуйте! В эфире программа «Юрисконсульт». Тема сегодняшней передачи – особенности договора купли-продажи жилого дома с земельным участком. Договор купли-продажи жилого дома с земельным участком является договором купли-продажи недвижимого имущества, поэтому должен быть заключен в письменной форме и подписан обеими сторонами. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Обязательной нотариальной формы договора купли-продажи жилого дома с земельным участком закон не предусматривает. Однако, по желанию сторон договор можно удостоверить в нотариальном порядке. Переход права собственности по такому договору подлежит обязательной государственной регистрации. Следует помнить, что правила о государственной регистрации самого договора купли-продажи жилого дома не применяется к договорам, заключенным после 1 марта 2013 года. В настоящее время регистрации подлежит только переход права собственности на недвижимое имущество. Предмет договора является существенным условием договора. При продаже жилого дома одновременно с передачей права собственности на дом к покупателю переходит и право собственности на земельный участок. При этом не допускается отчуждение земельного участка без находящегося на нем здания, если оно принадлежит одному лицу. Поэтому одним из важнейших условий договора является точное формирование его предмета, в котором необходимо указать все идентификационные признаки отдельно по дому и отдельно по земельному участку. Для жилого дома такими признаками будут точный адрес, площадь, кадастровый инвентаризационный номер, а также сведения о дате и номере регистрации прав собственности продавца в Едином государственном реестре прав, указанные в его свидетельстве о праве собственности. Для земельного участка необходимо указать точный адрес участка, его площадь, кадастровый номер, категорию земель, вид разрешенного использования, а также сведения о дате и номере регистрации прав собственности продавца в Едином государственном реестре прав, указанные в его свидетельстве о праве собственности на земельный участок. Несмотря на то, что при продаже жилого дома к покупателю по закону переходит и право собственности на земельный участок, на котором этот дом расположен, в предмете договора купли-продажи необходимо перечислить полный состав отсуждаемого недвижимого имущества, а именно жилой дом, а также земельный участок, со всеми идентифицирующими их признаками. Наряду с предметом договора цена продаваемой недвижимости является вторым существенным условием, которое необходимо отразить в договоре купли-продажи. Как правило, установленная договором цена здания, находящегося на земельном участке, включает цену, передаваемой с этим зданием соответствующей части земельного участка или права на нее. Фактическую передачу недвижимости от продавца к покупателю следует оформлять отдельным актом, либо указать в договоре, что сам договор является одновременно и актом приема передачи недвижимости. Договор купли-продажи жилого дома с земельным участком подписывается в трех экземплярах. По одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр передается и хранится в территориальном отделении Росреестра. Доходы, полученные физлицом-продавцом от продажи дома с земельным участком, облагаются налогом на доходы физических лиц, если данное имущество находилось в его собственности менее трех лет, если имущество приобретено в собственность до 1 января 2016 года, или менее минимального срока, установленного статьей 217.1 Налогового кодекса РФ, если имущество приобретено в собственность после 1 января 2016 года. При этом продавец вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере, не превышающим в целом 1 миллион рублей. Вместо получения вычета продавец вправе уменьшить сумму своих налогооблагаемых доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением дома с земельным участком. Также и покупатель имеет право на имущественный вычет в размере фактически произведенных расходов, но не превышающим 2 миллионов рублей. Кроме того, став собственником объекта недвижимости, покупатель становится плательщиком налога на имущество физических лиц и земельного налога. На этом на сегодня все. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. До свидания.